ТЕЛЕРАДИО КАНАЛ СТРАННО ФМ А те, кто не знает, вдруг есть такие люди Во-первых, йога-терапевт, это правильно? Правильно Практика и исследователь йоги аж с 1999 года То есть с ума сойти, сколько лет вообще с тех пор прошло С 2015 года член Федерации Йоги России Йога Альянс Интернешнл Рекордсмен Гиннес Ворд Рекордс Рекордсмен России и мира Ну и гость различных мероприятий, шоу и так далее и прочее И куча рекордов у тебя есть Спасибо, что пришел еще раз, доброе утро Спасибо вам Слушай, помимо всего прочего, ну мы с тобой договорились на ты, да? Поэтому давай так будем продолжать, так будет проще, как и удобнее Там комфортнее Ты же являешься одним из участников фестиваля международного спорта и здорового образа жизни SN Pro, который пройдет в ноябре, там 9-10 числа Три дня он будет в Сокольниках, да? Конкретно ты что там будешь представлять? Что увидят люди, когда увидят тебя там? Ну, на SN Pro, точно так же, как и в прошлом году, где я выступал Будет площадка Yoga Space На которой я продемонстрирую некоторые способности своего тела, которыми я владею И, возможно, установлю один рекорд А вот какой рекорд? Мы можем об этом сейчас говорить? Или это пока так вот? Ну, я могу сказать, у меня в планах сделать такой рекорд, как согнуть за одну минуту Наибольшее количество ножей об свое тело Я являюсь единственным человеком в мире, который может согнуть, в принципе, об себя нож острый То есть, вдавливая в себя, он гнется или ломается Вот такая ситуация Единственный человек в мире вообще? Да То есть, ты гнешь его не вот так, да? А вот острием именно, да? Острием в себя вдавливаю, да Ну, я демонстрирую, как бы, способности своего тела, кожи и прочего Слушай, давай об этом подробнее поговорим Потому что очень интересная история для многих вообще непонятная Потому что все знают, что такое йога в общих чертах, да? Ну, вот как это... Это вообще... Скажи мне, пожалуйста, вот по правде, мне интересно очень Это все-таки больше шоу? Вот такие элементы йоги? Или это все-таки действительно работа над собой, над сознанием и над всем остальным? Потому что это очень серьезная история Это не кажется, что человек может сделать Я скажу однозначно, что это очень большая работа над собой Но преподносится это в виде шоу-программы, да? Чтобы людям было это интересно смотреть Потому что, на самом деле, я не первооткрыватель в йога-шоу То есть, если взять историю, то там еще древние мастера Там и в начале 20-го века, там, например, мастер Кришнамачари Он демонстрировал различные способности своего тела Популяризируя тем самым йогу И в Европе и США, когда начали наблюдать за этим Какие чудеса можно творить со своим телом Начали интересоваться йогой И таким образом йога стала популярна во всем мире И не только, конечно, шоу-программе, да? Демонстрации возможностей тела Но и благодаря учителям, мастерам йоги Которые начали ездить, показывать и преподавать Философию йоги доносить до людей В общем, йога — это такая многогранная наука, учение, философия жизни Но ни в коем случае не религия Ну вот, а, вот это важный момент, кстати, очень А скажи, пожалуйста, вот в таких вещах, как стояние на гвоздях У нас, кстати, друзья, смотрите, что лежит Как это называется правильно? Есть название? Доска с гвоздями или доска с садху То есть доска отшельника Доска, как бы Испытания, так сказать И ты испытания сегодня обязательно пройдешь Георгий делал в том, что обязательно обещал показать, как все это происходит Поэтому, собственно, этот атрибут находится здесь сегодня, в студии Ну что, мы, друзья, прервемся на несколько минут Через 2-3 минуточки вернемся и продолжим разговор Это телерадиоканал «Страна-ФМ» В гостях у нас сегодня Георгий Горгеладзе Георгий, доброе утро еще раз Слушай, можно я просто буду говорить йог? Вот так правильно будет или нет? Или все-таки йога-терапевт, практик и исследователь йоги так вернее? Ну, можно просто Георгий Потому что я себя не считаю прям каким-то истинным мастером йоги И, в принципе, каким-то йогом, который... Ну да, я изучал йогу с 12 лет К йога-терапии я пришел сам, потому что я очень много болел Вот, слушай, об этом бы хотелось подробнее узнать, потому что как все это произошло? Ты же не родился с убеждением, что ты вот именно вот такой... Нет, конечно Должен же быть какой-то толчок, какая-то причина и повод какой-то к этому Да, история, в принципе, такая, что я лежал 13 раз в больницах У меня были три хронические болезни Там, с почками, с желудком И я там уснуть не мог, голова постоянно болела И с культурой в школе не ходил Это все, когда ты был ребенком, то есть, в раннем возрасте? Да, это вот с 7 лет Начиная с 7 лет я болел, ложился в больницу постоянно Иногда два раза в год ложился И меня постоянно исследовали, там процедуры всякие делали И лекарства кучу я пил И в какой-то момент, очередной раз, когда я лежал в больнице За мной закрепили врача, который использовал новую методику Акупрессура и акупунктура Это для тех, кто не знает иглоукалывание, да? Иглоукалывание, и воздействие на точки в теле То есть, мы как бы воздействуем на внутренние органы, на нервную систему Через точки на теле И я вот участвовал в таком как бы эксперименте Каждый день я сидел весь в иголках Потом после иголок воздействовали Ну, я воздействовал на точки Мне врач показывал, как это делать И я вот так вот потихонечку втянулся Начал изучать все это Пришел к йоге К цигуну И начал практиковать уже Медитировать Очень много медитировал Часами буквально Сидел, медитировал Изучал, читал много И через два года, в 14 лет Очередной раз, когда я лежал в больнице Врачи уже не смогли выявить вот эти хронические болезни То есть, у меня анализы хорошие были То есть, тебе сделали обследование и сказали, что то, что у тебя было до этого, этого практически нет Да Это волшебная история, на самом деле Волшебная история, согласен И я сам, как бы, не думал даже Ну, я верил Я, наверное, единственный, кто в это верил Потому что вокруг все, как бы, смотрели Ну, зачем ты этим занимаешься Это был 99-й год Тогда еще йога вообще не особо была распространена в России Ну, была, но не на таком уровне, как сейчас распространена И я буквально сам, то есть, практиковал, занимался Мне были запрещены какие-то физические упражнения Но я все равно выполнял, несмотря ни на что И старался все прочувствовать Я концентрировался очень тщательно, да, на своем теле, на внутренних органах Я изучал физиологию, анатомию своего тела Как происходит, там, работал над дыханием То есть, как происходит воздействие дыхания на внутренние органы, на нервную систему И вот так постепенно я вылечился И в школе я был ботаном, ну, таким неприметным Ну, все понимают это слово, да, можно объяснять И я вдруг обнаружил, что я могу своим телом делать некоторые вещи Которые, ну, мало кто мог повторить Я, то есть, я выступил на школьном вечере в Капустнике И на мне, там, разрубили качан капусты тесаком Я, там, нож вдавливал в себя, там, пытался себя порезать, но не резался То есть, я демонстрировал уже такие вещи Слушай, ну, давай об этом подробнее поговорим чуть позже Вообще странно слышать от человека, который говорит Я все детство был очень больным человеком От человека, который принес в студию Доску с гвоздями Доску с гвоздями, да Позже мы посмотрим, как все это действует Друзья, Георгий Горгеладзе у нас в гостях сегодня Небольшой перерыв прямо сейчас, и мы к вам вернемся Телерадиоканал Страна ФМ Напомню, в гостях у нас сегодня Георгий Горгеладзе Георгий, доброе утро еще раз Доброе утро Слушай, ну, мы много сегодня поговорили Вот по поводу, знаешь, чего хотел спросить Прежде чем мы продолжим, да, тебе конкретно говорить Вот стояние на гвоздях Вот хождение по горячим углям Это тоже из этой серии, да, примерно, я так понимаю В этом все-таки, вот скажи мне честно В этом больше физики человеческой Или в этом больше работы с сознанием И отсюда уже вытекает все остальное Ну, хороший вопрос, кстати Это 50 на 50 То есть, с одной стороны, это физика Ну, от физики мы никуда не денемся Ну, по-моему, если горячая, она должна вжечь По всем законам вообще Ну, да, да, это как бы материя, да, мы состоим из материи И все вокруг как бы имеет какую-то структуру Ну, с другой стороны, это большая работа над своим сознанием Над своими мыслями Это умение концентрироваться на своем теле На дыхании, на пульсе Это умение входить в определенное состояние сознания Когда мы как бы снижаем болевой порог Когда мы немножко, ну, выходим из, как бы, не материи Но переходим немножко на другой высший уровень То есть, когда, например, мы стоим на гвоздях То мы расслабляемся Мы концентрируемся на дыхании На внутренних органах Если, например, мы ходим по обитому стеклу Или прыгаем на обитые стекла То тоже, да, здесь очень важно Соблюдать технику безопасности Дыхание контролировать То есть, это контроль тела Ну, смотри, если говорить конкретнее Все-таки, ну, все, я уверен, да, большинство людей Так или иначе, хотя бы примерно понимает, что такое медитация Может быть, не в тонкостях, да Кто-то больше, кто-то меньше Вот когда человек, когда ты конкретно стоишь там на гвоздях Это состояние в медитации или это что-то другое? Да, обязательно Это состояние входа в медитацию Но не всегда получается Потому что бывают внешние факторы Которые могут очень сильно отвлекать То есть, я сейчас расскажу Когда мы становимся на гвозди Мы чувствуем, как, ну, физическое воздействие Да, мы продавливаемся Уходим вглубь в гвозди ногами И идет очень сильное воздействие на подошву, на точки Идет воздействие на нервную систему На внутренние органы, на дыхание Плюс, если мы стоим долго, то позвоночник начинает затекать То есть, ну, большая нагрузка физическая на организм В этом моменте нам важно сконцентрироваться Начать работать над дыханием Обычно я начинаю там быстро дышать То есть, как бы, входя вот Как бы, немножко в свое тело, да Концентрируясь на теле На внутренних процессах Концентрируясь Как бы, немножко абстрагируясь От внешнего мира И дальше уже мы потихонечку приходим к медитации То есть, если представить, как это происходит То это ракета, которая вылетает в космос Вот вначале очень важно преодолеть вот этот барьер болевой, да И дальше, когда мы преодолели Как бы уже все, выход в космос То есть, мы уже, грубо говоря, находимся в состоянии медитации Мы расслаблены Мы чувствуем каждую клетку тела Мы... у нас возникают различные мысли Мы начинаем понимать, что вот мы находимся внутри тела Как внутри, не знаю, скафандра какого-то А все вокруг движется То есть, мы стоим неподвижно Все вокруг движется Люди двигаются Там самолет летает, да Там что-то происходит в мире Вот, а мы стоим, как бы, неподвижно Идет работа внутри Внешнее бездействие, но внутренняя работа То есть, мы работаем внутри тела Слушай, ну, у меня вот такие простые вопросы Они всех интересуют, дилетантские Скажи, пожалуйста, вот, допустим, когда ты пытаешься, ну, грубо говоря, проткнуть себя ножом Или стоишь на гвоздях, да На очень острых, действительно Потому что я их трогал рукой, вот до эфира буквально Там серьезно все, это правда, абсолютно Ты ничего не чувствуешь в плане боли вообще? Или ты чувствуешь, но у тебя настолько сила воли крепкая Что ты терпишь эту боль? Вот мне интересно, как на эмоциональном уровне Как все это переживаешь? Или вообще никак? Нет, конечно, я чувствую И сила воли, как бы, приходится применять То есть, без этого никуда Потому что само по себе Простоять на одном месте 12 часов на гвоздях Это нужна сила воли Это не только То есть, работа над собой, подготовка Там, определенное, там, питание Да, там, медитации И физические упражнения Но это и сила воли И умение сказать себе, что Я должен простоять Я не должен задаваться Собственно, когда я стоял на гвоздях для рекорда У меня возникали такие моменты Когда голова начинала кружиться И я терял Я бы сказал, что убежать хотелось Ну да, терял контроль над своим телом И там, в дрожь бросал И мозг пульсировал Как будто бы гвозди впивались не в подошву, а в мозг прям И, ну, боль, конечно, очень такая Слушай, ну это вообще тяжелая история Мне кажется, сколько там, 16 ты говоришь, часов, да? 12 часов 12 Если просто человек без гвоздей Просто постоять на полу Там, в обуви Или просто на мягком 12 часов, мне кажется, не каждая осень Это сложно на самом деле А тут гвозди еще Это сложно, да И потому что мы стоим на одном месте, во-первых По правилам книги Гиннеса Нельзя ни на миллиметр сдвигать Вот, Георгий, извини, пожалуйста Это интересная история про Гиннес Про твои рекорды Давай о них поговорим чуть позже Более подробно Что там было, как И вообще, как фиксировали Как все это следили за этим И так далее и прочее Друзья, снова у нас небольшой перерыв Через несколько минут к вам вернемся Первый и единственный в России Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Друзья, доброе утро Еще раз Георгий Горгеладзе У нас сегодня гостя Георгий, доброе утро Еще раз Мы все ближе и ближе К тому кульминационному моменту Когда ты, наконец, встанешь в свое место Пройдешь вот туда И встанешь уже на доску с гвоздями Покажешь, как все это происходит Мы же хотели поговорить о твоих рекордах Может быть, вкратце Значит, вот То, что было зарегистрировано В книге рекордов Гиннеса Это 12 часов, да? Беспрерывного стояния на гвоздях 12 часов 8 минут Я простоял Как бы Я много раз стоял То есть каждый год С 2011 года я стоял на гвоздях Там 2 часа, 5 минут 4 часа, 8 часов И вот 12 часов Зафиксировано Зарегистрировано Что еще сказать? Я очень рад, наконец-таки Потому что я очень долго этого ждал Шел к этому И Можно как бы показать, да? Да, нужно показать Да, вот Кто не видит нас Кто слушает Огромная игра А, это вот как раз Фиксация, да? Я так понимаю Которая свидетельствует Книга рекордов Гиннеса Да, о том, что ты вот простоял Такая вот штука интересная Слушай, ну давай мы уже сейчас Сделаем Вот эту самую штуку Я тебя прошу встать Пройти, наверное Вот туда, где у нас Давайте Кто нас смотрит, друзья Вот ваше внимание, пожалуйста Справа от меня Смотрите Там специальная доска с гвоздями Слушай, а сколько их штук? Около 300 Да, вот Георгия не слышно Потому что он отошел от микрофона Сейчас он будет готовиться постепенно Это можно назвать выступ Нет, выступление это неправильное Демонстрации, да Так будет вернее все-таки, наверное Сейчас он снимет обувь И встанет на эти гвозди 300, около 300 штук Очень острые Я их, друзья, руками трогал Действительно, вероятно Да, тебя не слышно Я буду просто немножко комментировать Не менее 1 сантиметра А, 1 сантиметр между гвоздями Которых, еще раз напомню, 300 штук Вот сейчас Георгий, посмотрите, пожалуйста Встает на эти гвозди Он сейчас, как он сказал Не может общаться Как-то комментировать Ну, по понятным причинам Потому что ему нужно Сконцентрироваться Сосредоточиться на всем этом деле Вот сейчас Георгий Стоит двумя ногами на гвоздях Я, честно говоря, не понимаю Как он это сделает Я даже в обуви туда не встану сейчас Ну, если только за большие деньги И то под вопросом На одной ноге стоит Георгий Прямо сейчас Ну, вот несколько секунд Слушай, ну, это круто на самом деле Давайте аплодисменты Георгию, друзья Да, поаплодируем ему Я тебя попрошу Садись, пожалуйста Давай продолжим наш разговор У меня еще куча вопросов К тебе есть Как все это происходит Но Все-таки это было больно Чуть-чуть или нет? Ну, немножко, да С ножом Примерно те же ощущения С ножом Там же вообще другая история Мне кажется, это намного сложнее Да, другая история И намного сложнее Потому что здесь идет воздействие На одну точку Ну, на клетку И тело, мягкое тело И очень 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 металлический нож Я скажу так Очень металлический, да Настоящий Кухонный нож И Здесь идет воздействие На одну точку И мне приходится Максимально Все свое внимание Концентрацию Направлять В ту точку Где я вдавливаю нож И Вдавливаю и гну его уже То есть Настолько вот Сильно я оказываю давление Что Как бы Нож Начинает Между моим телом И Сгибаться Слушай, вот о чем хотел спросить Такой простой, банальный вопрос Ну, правда, интересно на самом деле Есть ли у тебя какие-то Не хочу говорить Кумиры Но люди Из вот этой области Да На которых ты равняешься И которых считаешь Вот Действительно Гуру У которых можно много взять чего И которые делают то Чего ты не можешь сделать Пока Ой, честно говоря Я не могу сказать Что есть кумиры Потому что Я не сторонник того Что Нужно Прям За кем-то Прям Сильно следить Наблюдать И Чтобы он был твоим кумиром Я считаю, что Нужно самому стараться Открывать в себе Способности Развивать себя И В процессе Обучения Да Становления Я, конечно же Смотрел На разных мастеров Старался понять Как Что они делают Что происходит Внутри тела Я очень много Анализировал И Для меня Каждый человек В принципе Важен Не просто там Мастер какой-то Да Йоги Или цигуна Ну и В принципе В жизни Люди Которые встречаются Они тоже Дают опыт Как-то стимулируют Кто-то в тебя не верит Кто-то говорит Что ничего не получится У тебя А таких Очень много У меня было В жизни Людей Есть Конечно Небольшое количество Тех Кто Говорят Молодец Там Все получится Продолжай В том же духе Потому что Моя задача Вот у нас Технический прогресс Да Развивается Активными шагами Но Мне кажется Будущее Это Человек С Открытыми Способностями Человек Который Может Что-то новое Продемонстрировать Миру Что-то За гранью физики И фантастики Мне кажется Так Ну вот Скажи Как ты считаешь Существует же Много мнений Да Ученые говорят Что человеческий Мозг Работает Там Кто-то на 10 Процент Кто-то на 20 Кто-то на 50 Ну далеко не на 100 Ты считаешь Вот Насколько Раскрыты На данный момент У большинства людей Возможности Организма И мозга тоже Да Потому что и физику И сознание Будем вместе рассматривать Я думаю Настолько Насколько Позволяет общество Насколько Человек сам Позволяет себе Потому что Ну мы используем Столько энергии И сил Сколько Требуется Для выполнения Ну каких-то вот Там Жизненных задач Элементарных Как правило И если не задаваться Какими-то Глубокими Там Большими Глобальными Вопросами То Конечно Человек Продолжит Использовать Только там 7-10 Процентов Мозга Хотя Ну я бы не сказал Что прям 7-10 Процентов Потому что Иногда человек Использует И Можно сказать Все Проценты Своего мозга Когда возникают Какие-то критические Ситуации Ну это экстремальные Ситуации Экстремальные Ситуации Да То есть Все Тело Вся нервная Система Все Включается Инстинкт Самосохранения Да Вот Поэтому Будущее Покажет Каковы Возможности Человека Человеческого Тела Сознания Мне кажется Это Большие Возможности И мне бы Хотелось Продолжать Делать открытия В этой области Вот я об этом Хотел спросить Ты сейчас Живешь с тем Что есть И комфортно Себя в этом Чувствуешь Или ты Говоришь себе Георгий Я значит могу Вот простоить 12 часов На гвоздях Я гну О свое тело Ножи Но я хочу Сделать что-то До чего я пока еще Не дошел Вот какая-то Конкретная мечта У тебя есть Вот чем-то Уди Еще Еще один Рекорд Который пойдет В книгу Рекорд в Гиннесе Ну Превосходит Становится Рекордсменом В принципе Человек Без лица Не видит Не видит моих Эмоций А например Когда я стоял На гвоздях Эмоции Зашкаливают Даже Там могут Слезы течь Там То есть Ну такое вот Эмоциональное Напряжение Да И Вот такой образ Да Как бы образ Человека Человечества Такой посыл Не знаю Всем людям И Посыл в историю Что Я как Единица Вот Одна из Как капля Океана Слушай У нас же есть Видеоматериал Буквально двухминутный ролик Да Видео Который мы сейчас Можем посмотреть И давай с тобой Прокомментируем Для тех людей Которые нас Не только смотрят Но и слушают Там машины Кто не видит Видеоизображение Давайте запустим его Прямо сейчас И посмотрим Что это Это кстати Где было все Это на SN Pro Это прошлый год Да получается Это в прошлом году Как раз после установления рекорда У меня есть небольшая шоу программа С которой я выступаю То есть я демонстрирую Различные Такие трюки с телом Но здесь Георгий в маске Как раз Да Вот в этой именно Да Которая сейчас лежит На столе И что происходит Давай будем комментировать Отжимания на двух пальцах Каждой руки Ага То есть Этот Как бы трюк Я увидел еще У китайского мастера По цигуну Ага Вот и решил тоже попробовать Зачем симпатичная девушка Встает тебе на спину А это А это же А вот ты на мостике Я да В положении мостик Да 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 И я выдерживаю нагрузку До 80 килограммов В положении мостика И ничего с тобой Плохого не происходит Ничего да Хотя врачи И там люди говорят Что это опасно Для позвоночника Ну в принципе я согласен Действительно опасно Ну для неподготовленного человека Естественно опасно Для тех кто готов к этому Да это очень большая нагрузка На позвоночник И сейчас вот Я лежу на видео Между двумя стульями И на меня становятся два человека Да для тех кто не видит Уточню Значит вот голова на одном стуле Ступни на другом стуле И еще на тебя встает Достаточно Такого масштабных размеров Человек молодой Да или два человека Или три человека И подо мной ничего нету Почему ты не ломаешься пополам Скажи мне пожалуйста Концентрация Все объясняется просто Концентрация Дальше что Да там значит Показали как я ходил И прыгал на битые стекла Кстати тоже опасная вещь Прыгать на битые стекла Можно пораниться У меня происходила Такая ситуация Когда я ранился Вот сейчас Вот это вот Самая знаменитая история С ножом да Который должен погнуться Я так предполагаю Должен Слушай на это Ну очень страшно смотреть На самом деле Вот кто не видит Значит Георгий пытается Ну давай своими словами называть Пытается проткнуть себя ножом Вдавливает нож Вдавливает нож В живот прям Да В середину Где солнечное сплетение В этой области Ничего не происходит И потихонечку Я наращиваю давление То есть ты будешь сказать Что он согнулся Вот там аплодисменты даже слышны Да Кто присутствовал рядом Довольно таки плотный нож Конечно не стальной Стальные ножи Погнуть нереально Но обычный нож Как бы плотненький Такой Металлический Да Ну вот ролик вам завершился У нас да Мы его посмотрели Я так понимаю Скажи пожалуйста Вот это было все В прошлом году В 18-м На SN PRO И примерно то же самое В таком же формате Будет происходить Уже в этом году Там в ноябре Да 9-го числа 9-го 10-го Да Ну я покажу Кое-что новое Вот Моя задача Продемонстрировать Как бы прогресс Удивить Мы сейчас можем раскрыть Какие-то секреты Чем ты можешь удивить Или пока рано об этом говорить Дело в том что На уровне приходите И все увидите Да приходите Все увидите Потому что я Как бы сделал предложение Что я могу показать Но это еще не утверждено Потому что Это очень опасно И страшно То есть Возможно что-то как бы Уберут Вырежут Там что-то лайтовое сделают Но все равно Это будет все на уровне Вытянутой руки То есть с тобой Можно будет и пообщаться Да видимо И сфоткаться И ответишь на какие-то вопросы Людей Которые будут стоять рядом Да конечно И возможно Покажу несколько упражнений Для здоровья Небольшой мастер-класс Да Небольшой мастер-класс Потому что я сам Каждое утро Стараюсь выполнять упражнения И на шею И на спину На позвоночник Ну давай напомним Все это значит На фестивале СНПРО В Сокольниках Он пройдет Десятого Девятого и десятого Ну там два-три дня Да он будет происходить И там ты тоже будешь присутствовать Три дня будет Слушай я хочу тебе сказать Большое спасибо За то что ты сегодня Вот был у нас в гостях И вот за эти потрясающие вещи Которые ты продемонстрировал Георгий Горгеладзе Был в гостях у нас Спасибо тебе большое До новых встреч Очень приятно До новых встреч Всем хорошего настроения Пока Пока Счастливо Телерадиоканал Странно ФМ Один на всю страну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok